здравствуйте уважаемые подписчики зрители канала сегодня получил бочку не распаковывал еще и давайте поговорим о подготовке куча разного видео куча разной информации чаще всего она идет для начинающих у которых возникают вопросы вот купил бочку как ее подготовить правильно вымочить чтобы было все хорошо было вкусно во многих видео показывают что бочку надо помыть с содой в конце вымачивания люди вы каким местом думаете ну ладно хорошо вы купили свою первую там 5-литровую бочку нянька я с ней я сам такой же был ну сода не изгалялся никогда вот представьте 5 литров и и налили там потрясли вот 30 литровая почка на сама по себе зараза весь 14 килограмм а если в нее залить даже там половину насыпать этой соды попробовать и вот так вот без ума потрясти а если вы купите 50 литров 100 литров как вы их блин трясти будете с этой соды в общем это полный бред представьте на тех же заводах новинных сидит какой специальный дядька и вот эту соду никто это так не делает до бочки может соды их моют ну не пищевой обычный которую вы пытаетесь засыпать свои каустической после использования бочек их моют обрабатывают если она не будет использоваться ее промывают каустической содой и обрабатывают двухпроцентным раствором серной кислоты чтобы внутри не завелся грибок ничего там они держат чтобы было в общем это все лишнее и так моя бочечка сейчас я покажу как мы ее будем готовить так для начала бочку надо подготовить следующим образом сделать сказал заливаем холодную воду там ее вымачиваем по 30 дней тоже опять же вернемся представьте тот же завод кто бочку будет там две-три недели вымачивать бочку на заводах как правило обрабатывают паром изнутри распаривают два-три дня заливают водой и начинают пользовать в нашем случае перед использованием вот бочка распакованная сейчас у меня закипает чайник и и сразу заливаем кипятком при заливе кипятком бочка вот любые тела расширяются то есть шоковая температура клепка расширится и не даст течь так чайник закипел почему именно чайник сейчас объясню заливая чайниками мы получается постепенно даем время прогреться всей бочки не надо сразу же лить полный объем не надо и заливать там наполовину на четверть там булькать и крутить она сейчас парами сама прогреется клепка расширится то есть она не никогда не потечет но если разве что не добросовестный производитель и бочка дырявая сейчас по результатам этого видео у меня тапки полетят от разных умников который будет уверенно опять же доказывает что соды надо мы не моют соды не надо люди не вздумайте зачем вы готовите бочку для дистиллятор кипяток нужен чтобы предотвратить течь в будущем после того как вы зальете бочку кипятком причем вот именно постепенно давай постепенно всей прогреться и оставляю среднем часов на 12 полную горять горячего до остывания после того как все остынет эту воду сливаем заливаем холодную и так в течение 3-4 дней пока вода не начнет желтеть хочу показать вот залили два чайника бочка начала потеть это не течь это именно бочка потеет как сказал один бондарь что потение допускается полчаса перестала потеть это хорошо течь и одну нету вот клепка одна тоже вспотела ничего страшного ничего не бежит это донца у нас немножечко все в пределах допустимого так но прошли сутки сейчас будем сливать водичку бочка еще тепленькая поехали таким вот шлангом и вот пока все это и происходит сейчас покажу цвет воды так что не такая уж она и темная думаю день-два и достаточно для вымачивания итак прошло три дня сливаю последний раз воду дважды заливал холодную вот такая вот водичка сливается вот такая вот сейчас солью полностью и буду заливать дистилляр так эпопея с вымачивание закончилась бочку поставил уже на место сейчас вот ее заливаю последние капли ну и через год будем пробовать что получилось и оставлять ли на дальнейшую выдержку или нет всем спасибо понравилось не забываем ставить пальчик вверх подписываться на канал до свидания иска